Дорогие друзья, вас приветствует Российский Университет Дружбы Народов Инженерная Академия. Разрешите представиться, заместитель директора Инженерной Академии Сташевская Надежда Александровна. Сегодня у нас будет вебинар, посвященный магистрским программам по направлению подготовки 05-04-01 геология. Один будет посвящен инновационным технологиям поиски и разведки твердых полезных ископаемых. Второй будет посвящен инновационным технологиям поиски и разведки нефти и газа. У нас будет с вами один спикер. Это ведущий преподаватель наш по геологии, кандидат геолога нейрологических наук, доцент Котельников Александр Евгеньевич. Если кто-то обучается у нас по родственным направлениям, конечно же его знают, потому что он ведущий специалист. Сегодня он нам расскажет про эти две магистрские программы, про особенности поступления, обучения и про перспективы трудоустройства. Итак, разрешите передать ему слово. Он расскажет по презентациям, потом ответит на все ваши вопросы. Если какие-то у вас будут вопросы по процедуре поступления, я, конечно же, тоже вместе с ним довольствием ответим на все ваши вопросы. Итак, передаю слово Александру Евгеньевичу. Александру Евгеньевичу, вам слово. Добрый день, товарищи абитуриенты. И просто желающие послушать об этом направлении, об этих образовательных программах. Вдруг кого заинтересует, обязательно смотрите информацию, которая сейчас будет звучать. А также не стесняйтесь, открывайте официальный сайт в разделе «Поступающим». Найдете данную образовательную программу в разделе «Магистратура». И там все подробно можно прочитать. Есть и контактные данные. Но к этому мы еще вернемся. В рамках направления, которое было озвучено, «Геология» с шифром 050401, представлены будут сегодня две образовательные программы для вашего внимания. Это «Инновационные технологии в поиске и разведке твердых полезных ископаемых». И вторая программа «Инновационные технологии в поиске и разведке месторождений нефти и газа». Начнем мы с первой программы. По твердым полезным ископаемым можем для удобства ориентирования в информации упростить это название, назовем это «Рудная программа». И что же у нас в этой «Рудной программе» такого интересного, замечательного и важного есть? Сейчас переключимся мы к следующему слайду. Как вы видите на экране, у нас программа образовательная реализуется на русском языке. Срок обучения 2 года, то есть 4 семестра. И форма обучения очная. Но занятие происходит у нас во второй половине дня, что очень удобно людям, которые работают по специальности, совмещать свою работу и совмещать с обучением. Это очень даже хорошо и удобно для всех. Если посмотреть на актуальность программы, то можно сказать следующее, что геология, как сама наука, она может быть представлена в двух видах. Это академическая наука и прикладная наука. Данная программа «Рудная» представлена с таким серьезным акцентом именно на прикладные вопросы. То есть те вопросы, которые позволяют нам ответить на следующие вопросы. Где искать, что искать и как искать. Естественно, по названию образовательной программы можно догадаться, что все акценты идут на том, как искать, используя новые инновационные методы, способы поиска и разведки этих месторождений, твердых полезных ископаемых. И нужно понимать то, что ни одна из стран в современном мире не может обойтись без поиска, добычи и использования полезных ископаемых. Эти полезные ископаемые абсолютно разные могут быть. Твердые полезные ископаемые. Это все, что связано с рудой, драгоценными металлами, драгоценными камнями, поделочными камнями, облицовочными камнями и так далее. И тому подобное. Очень обширная область знаний, науки, применения. И все это очень важно для экономики абсолютно любой страны. Потому что в основу экономики все-таки лежат полезные ископаемые. Данная программа у нас ориентирована в большей степени на применение различных инновационных методов с использованием компьютерной технологии. Это самый главный акцент этой программы. И что же в рамках этой программы у нас рассматривается? Это применение инновационных методов геологических, геохимических и геофизических исследований и обработки информации. Создание трехмерных геологических моделей месторождений, применяя современное программное обеспечение, которое мы следующим пунктом видим. Это Майкромайн. Также используется программа Аргиз, Кюгиз, Сёрфер и другие. То есть это тот пакет программного обеспечения, который широко используется во всем мире, в горно-геологических предприятиях, компаниях, отраслях и так далее. Эти программные продукты как лицензионные, так и открытого пользования. В нашей структуре, в нашей инженерной академии, в компьютерных классах у нас все эти программные продукты имеются, имеются лицензии. Так что свободно мы можем их изучать, осваивать и применять для научных и образовательных целей. И, собственно, применение вот этих инновационных методов прогноза месторождения полезных ископаемых. Это все, что связано с так называемыми научными направлениями магистрской программы. И рассмотрим области исследований. Это те научные направления, которые сейчас достаточно актуальны в современном геологическом мире и те, которые мы успешно реализуем в рамках этой программы. В виде научно-исследовательских работ, в виде публикации статей, участия в конференциях, совместно преподаватели и студенты, обучающиеся в магистратуре, а также других направлений подготовки. И по тематикам выпускных и эволюционных работ. И рассмотрим их по порядку. Инновационные методы дистанционных исследований или исследований космических снимков. Но здесь не стоит забывать, что для вопросов и для целей именно геологических. Следующее направление – это геохимические поиски и методы прогноза месторождений полезных ископаемых. Далее. Компьютерное трехмерное моделирование геологических объектов. Следующее. Комплексирование геофизических методов для поисков месторождений полезных ископаемых. И еще одна область исследований для научных направлений – это палеофациальное реконструирование территории. Данные области исследований могут рассматриваться студентами, обучающимися в магистратуре, как отдельно, так и в совокупности. Несколько. То есть комбинируя несколько областей исследований, что усиливает научную значимость и важность их исследований, увеличивает их научный и производственный потенциал, и повышает их квалификацию как специалистов геологической отрасли. Рассмотрим буквально два направления. Основных, которые достаточно широко выбираются нашими студентами, обучающимися по этой программе, это инновационные методы дистанционных исследований в геологии. Акцент здесь ставится на применение применение программного обеспечения, которое позволяет обрабатывать космические снимки, многоспектральные, которые позволяют обрабатывать космические снимки, анализировать их и, используя фундаментальные знания и инновационные подходы по анализу геологической, геофизической обстановки осуществлять прогнозные мероприятия, прогнозные процедуры для того, чтобы выявить площади наиболее перспективные для обнаружения месторождений, ну, например, таких типов, как золото, медь, серебро, свинец, уран и так далее. А следующее научное направление это геохимические поиски и методы прогноза месторождений полезных ископаемых. В принципе, данное направление оно практически не отличается от традиционных комплексов работ геохимических, которые широко используются в геологических компаниях, предприятиях. Но есть небольшие, небольшой инновационный момент в данном направлении это связь вот этих вот поисков с предыдущим направлением, с обработкой космических снимков, с анализом космических снимков и, собственно, вот это комбинирование направлений позволяет давать лучшие результаты этих прогнозов поисковых. Что же наши студенты ожидают, смогут получить в конце обучения? Это, назовем так, ожидаемые результаты и где они, в принципе, смогут потом устроиться на работу, работать кем и зарабатывать средства. Это достаточно важный вопрос. Многих этот вопрос интересует, но он неоднозначный. Мы попробуем разобраться в этом вопросе. Первое, что? Поскольку это программа магистратуры, то, соответственно, они получают диплом уровня магистратуры. Это степень магистра. Также есть возможность получения диплома международного образца. Это наиболее актуально для наших поступающих иностранцев, для того, чтобы признавали эту программу, результаты этой программы за рубежом. Также следует отметить один важный момент, что данная программа образовательная в настоящий момент проходит процедуру международной аккредитации. То есть, процедуру признания ее в определенных сообществах, которые рассматривают качество образовательной программы с точки зрения связи между образовательной организацией и предприятиями. Естественно, обучившись по этой программе, наши выпускники сформируют определенный набор компетенций, навыков, знаний, умений, повысить свою квалификацию, и у них будет возможность трудоустроиться, в случае успешного окончания программы, естественно, трудоустроиться на различные крупные предприятия, проектные и научно-исследовательские институты, институты Академии наук и другие организации, связанные с геологическими исследованиями. и теоретическими и производственными работами. Уточнимся, какие же организации потенциально имеют интерес в принятии выпускников данной программы и на какие предприятия, в какие компании наши выпускники могут трудоустроиться. На слайде мы их прекрасно видим, буквально несколько из них я озвучу, чтобы мы еще это услышали. Из зарубежных компаний это Кинроуз, Бичпи Биллетон, Риатинта, из российских Полиметал, Русал, Алроса. Это у нас крупные геологические компании. Остальные перечислять не будем, вы на слайде их прекрасно видите. и мы с ними ведем сотрудничество формальное, неформальное. У нас ежегодно проходят встречи с выпускниками. Наши выпускники работают в ряде этих компаний. И мы постоянно поддерживаем связь с ними. Что очень даже полезно для программы в целом, как для ее развития, актуализации и так далее, так и для наших студентов, обучающихся на программе, поскольку мы стараемся устроить на практику студентов лучшей компании, чтобы они прошли там практику, познакомились с производственным циклом этой компании и показали себя, зарекомендовали себя для того, чтобы по окончанию этой программы они уже смогли там работают. И небольшой формальный момент, который мы должны в любом случае сказать и сейчас и после следующей программы, это а как же получить дополнительную информацию об этой образовательной программе и где найти информацию о поступлении. на официальном сайте ruden.ru или поисковике просто ruden мы можем найти раздел поступающему или поступающим. Там есть вся информация, актуальная информация по всем вопросам, которые могут быть, сколько стоит программа, какие документы нужно подавать, в какие сроки и так далее и тому подобное. Естественно, в конце данного вебинара еще эта информация будет озвучена, чтобы все могли услышать. По данной программе мы завершим такой обзор и в ходе полученных вопросов мы на них сейчас ответим. Да, вот Орлова Наталья задает такой вопрос. Добрый день, подскажите, пожалуйста, в каких организациях студенты проходят практику, в чем основное отличие данной программы от программ РДГО имени Серго Абджиникидзе? Практики там еще и нефтегаза что-то было? А, да, 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 да. Данная программа она рудного профиля, поэтому РДГО нефтегаза мы чуть-чуть с другой программой можем озвучить. Но в принципе практику наши студенты проходят преимущественно в компаниях, которые мы видим здесь. Вот, есть еще у нас ряд организаций, с которыми мы сейчас активно ведем переговоры с целью заключения договоров. Это именно те, в приоритете сейчас мы ставим те программы, те компании, предприятия, которые могут брать и берут к себе на практику иностранных студентов. Это раз. российских студентов это два. И достаточно свободно предоставляют материалы, которые очень важны и актуальны сейчас для студентов, для того, чтобы они смогли их обработать в рамках их исследовательской работы и подготовить эти исследования уже в формате влажной реквалификационной работы. Вот, на сайте официальном и информация на странице департамента будет обновляться по мере заключения данных договоров и вы сможете увидеть эти компании. В чем же отличие или в чем преимущество данной программы по сравнению с программами, которые реализуются в вузах конкурентах? И я могу сказать следующее. Первое. Наши акценты образовательной программы сделаны на компьютерных технологиях, на применении программного обеспечения, которое сейчас современное, которое сейчас используется во всем мире широко, в геологических предприятиях, компаниях и фирмах. Следующее. То, что мы принимая иностранных студентов к себе на обучение, контактируем с ним, с ними, стараемся их ориентировать на практику в их, на предприятия, которые и компании в их родной стране по мере возможностей. Если не получается, то, опять-таки, повторюсь, сейчас мы заключаем договора, идет процесс с компаниями, которые могут свободного иностранцев предоставлять материалы. И, естественно, все наши исследования, научные исследования, выпускные эквалификационные работы, они построены на обработке и анализе реальных материалов, полученных нами, как преподавателями, совместными работами преподавателей со студентами, научно-исследовательских грантов, государственных контрактов, которые у нас ранее были. успешно выполнялись. И вот эти реальные данные, реальные информации, реальные материалы, их обработка, она представляет собой достаточно серьезный интерес уже с точки зрения обработки и борьбы и борьбы с некоторыми трудностями, реалий, которые у нас существуют в природе. Потому что можно создать данные для выпускной эквалификационной работы, так называемый идеальный образец или идеальная форма какого-то геологического объекта. Шаблонное решение, некоторое рассмотрение инновационных подходов, методов, но в данном случае студент не столкнется с трудностью, в большинстве случаев, с которыми он будет сталкиваться уже в реальной производственной жизни, когда он будет работать на предприятии. Вот это основные акценты, основные отличия и преимущества данной программы по сравнению с программным конкурентом других уровнях. Да, конечно, ваша программа лучше. Александр Евгеньевич, ваша программа самая лучшая. насколько я понимаю, она очень высоко котируется в Москве, вот наши магистрские программы, как только абитуриенты из других вузов очень охотно к нам поступают с других регионов и хотят учиться именно у нас на этих программах. Давайте перейдем ко второй нашей программе, которая сегодня у нас заявлена. это нефтегаз. Инновационные технологии в поисках разведки месторожения нефти и газа, упростим это название, программа по нефти и газу. Не путать с нефтегазовым делом. Сразу поясню, почему. Потому что есть серьезное отличие между направленностью программы нефтегазовое дело и данной программой. Данная программа все-таки ориентирована на геологии нефти и газа. Это основной ее акцент как таковой программы по содержимому, по всему ее наполнению. Перейдем непосредственно к тем данным, которые мы сейчас озвучим. Опять-таки, как и предыдущая рудная программа, которую мы рассмотрели, у нас форма обучения очная, на русском языке она у нас осуществляется два года, то есть четыре семестра. Результатом этой программы обучения является вкусная актуализационная работа в виде защиты диплома и, естественно, сдачи государственного программа. Актуальность. Очень кратко скажу про актуальность данной программы. Мы можем провести аналогию актуальности с программой рудной. Потому что как рудная полезная ископаемая, так и нефтегаз. Это полезные ископаемые. И все полезные ископаемые, как я уже говорил, они представляют собой основу или фундамент экономики любой страны, особенно очень сильно развивающейся и просто развивающейся страны. Потому что вы смотрите новости, и зачастую мы видим следующее. Стоимость нефти упала, стоимость нефти увеличилась, стоимость газа упала, стоимость газа увеличилась, приостановили извлечение нефти, поставили новые скважины и так далее и тому подобное. То есть это все очень сильно влияет на экономику. и нужно понимать, чем больше полезных ископаемых страны есть, ее благосостояние и экономический потенциал значительнее и лучше. Соответственно, данная программа позволяет подготовить выпускников, которые смогут работать в области поиска и разведки нефти и газа, но применяя определенные инновационные методы, инновационные решения с естественно научным подходом. Преимущество данной программы мы можем сказать следующее. Наши выпускники, успешно освоившие данную программу, смогут оценивать роль нефти и газа, ориентироваться в современном состоянии мировой экономики, понимать вообще с чем связаны эти ресурсы в плане экономического развития каждой страны, также применение инновационных методов геологи, геофизических исследований и обработки информации для решения поисковых и разведочных работ, использование инновационных подходов при решении задач на базе современного программного обеспечения, геопоиск и некоторые другие. Сейчас у нас обновляется база программ, которые мы используем для обучения студентов по данному направлению и на слайд не были указаны еще зарубежные программы, потому что есть ряд моментов, которые сейчас решаются, это у каких-то программ лицензии заканчиваются, мы их обновляем, чтобы не обнадеживать никого из вас, кто хочет поступить на эту программу, мы указываем, что мы используем ряд программ, и мы надеемся на то, что достаточно много программ зарубежных у нас будет использована в образовательном процессе, мы их расширяем. и еще один момент, который мы можем подчеркнуть, на что у нас ориентирована программа, на то, что наши выпускники смогут решать актуальные вопросы, связанные с применением технологии эксплуатации нефтяных скважин установками погружных центробежных насосов. Это новая направленность данной программы, которую мы сейчас решили развить как альтернатива, поскольку все образовательные программы предусматривают собой так называемые элективы, то есть или дисциплины по выбору, то есть так называемая небольшая профилизация в рамках данной программы. Перейдем дальше. Какие же основные области исследования в данной программе мы рассматриваем и применяем в образовательных целях и научных целях? Это инновационные методы дистанционных исследований. Но еще раз подчеркну, что это не просто обработка космических снимков для каких-то общих задач. Именно здесь стоят задачи для геологических целей, для поисков полезных ископаемых и не только твердые полезные ископаемые, рудные полезные ископаемые. искать с помощью данного метода. Также месторождение нефти и газа тоже можно искать. Это один из поисковых методов, входящих в целый комплекс методов инновационных для поисков месторождения нефти и газа. Геохимические методы поисков месторождения нефти и газа. Здесь больше из геохимических методов идет акцент на атмосференческих методах. Изучение газа. Позже мы это рассмотрим. Геологическая интерпретация геофизических данных. Если читали о нефти и газах, полезных ископаемых, то геофизические методы достаточно давно вошли в силу как поисковые и оценочные методы. но мы стараемся рассматривать и преподносить в рамках этой программы некоторые инновационные подходы по интерпретации этих геофизических данных, позволяющие оптимизировать последующие работы путем получения некоторых экспресс результатов, экспресс выводов. И технологии эксплуатации нефтяных скважин установками погружных центробежных насосов. Рассмотрим некоторые из этих направлений. Это геохимические методы поиска месторождения нефти и газа. В основу здесь лежит атмогеохимический метод поисков исследования газов. Этот метод можно осуществлять как на суше, так и на море. Происходит отбор образцов, анализируется с помощью специального оборудования, которое имеется у нас в нашем университете. Далее компьютерная обработка, интерпретация и получаем определенные выводы, определенные результаты и рекомендации о том, где надо искать, где лучше бурить скважину и достаточно высокая эффективность данного метода показала себя на практике в последние порядка больше 10 лет, 10-15 лет. Все данные методики апробированы, применяются крупными российскими и иностранными компаниями. В данных проектах мы тоже принимаем активное участие. также одно из направлений, которое у нас рассматривается, геолого-техническое исследование скважин. Либо мы можем назвать это как альтернативным названием интерпретации геофизических геофизического исследования скважин. То есть это мы анализируем, смотрим и пытаемся сделать какие-то выводы, которые опять-таки отличаются от традиционных принятых различными методическими руководствами, но имеющими достаточно интересные и полезные результаты для промышленности. Аналогично с предыдущей программой по результатам обучения успешно окончившей обучение студенты, выпускники уже получают диплом магистра, также можно приравнять международного уровня, международное приложение к диплому международного образца. Формируются определенные компетенции, связанные с этой программой и трудоустройство и карьера, которые сейчас мы рассмотрим, а также практики следующим словом. В практике мы стараемся ориентировать наших студентов в компании, в которых у нас работают наши выпускники прошлых лет. Эти компании представлены на данном слайде и с компанией мы можем назвать Шюнберже, Газпром, Роснефть, Лукойл, ТНК-БП, Казмонайгаз и другие компании, достаточно крупные и известные в нефтегазовой отрасли. Помимо компаний есть еще ряд проектных и научно-исследовательских институтов, где работают наши выпускники, институты академии наук, а также прочие компании и фирмы, занимающиеся нефтегазовым, геологией нефтегаза. Помимо прохождения практики студенты, которые себя успешно зарекомендуют в местах прохождения практики, их с радостью берут, трудоустраиваться и работать после окончания обучения. в принципе есть возможность во время обучения устроиться в эти компании. Поскольку обучение, еще раз повторюсь, у нас во второй половине дня происходит так называемая третья смена. И уже слайд, который вы видели, как поступить на данную образовательную программу. Еще раз повторюсь, официальный сайт университета это rudn.ru и есть раздел поступающим. Там находите образовательную программу, рудную или нефтяную и уже более подробно смотрит информацию. А теперь завершим краткое описание этих образовательных программ небольшими формальными моментами, которые помогут вам сориентироваться в вопросах о поступлении. А, то есть вы мне передаете слово, да? Да. Александр Евгеньевич. Абсолютно верно. Тогда давайте мы с вами вместе появимся. Я скажу, хочу сказать еще, да, рассмотрим вопросы. Несколько слов про даты поступления. Как совершенно верно сказал Александр Евгеньевич, документы в приемной комиссии у вас мы начнем собирать, принимать, принимать с 20 июня. Вы знаете, что наша приемная комиссия расположена на улице Миклуха Маклая. Спасибо большое. На улице Миклуха Маклая это дом, а квартира 340. Сроки завершения приема документов это 22 июля, потому что с 23 по 26 июля начнутся уже вступительные испытания, которые проходят в форме письменного экзамена. Вопросы для того, чтобы вы могли с ними ознакомиться и подготовиться для успешного поступления размещены на официальном сайте в разделе соответствующей образовательной программы, где у нас поступающие. В пдфовском файле там прикреплены вопросы междисциплинарного экзамена. Вы все можете приготовиться. будет официально объявлена дата консультации перед экзаменом. Вы сможете прийти и Александр Евгеньевич со своими коллегами с другими преподавателями конечно же ответят на все ваши непонятные вопросы, которые вам непонятны. 28 июля уже у нас будет пройдены все вступительные испытания на бюджетную основу, уже будет издан приказ о вашем зачислении и 29 июля вернее извините это последний день когда у вас будет день волнения этим летом редко подписывает приказ и начиная с 30 июля вы студенты Российского университета дружбы народа. Так нам поступил вопрос от Алексея. Так добрый день где можно пройти по практику по этому направлению вы уже ответили и сколько всего бюджетных мест? Бюджетных мест у нас на данное направление 16 мест. Не совсем поняла что значит на данное направление вы же сегодня нам рассказывали две специализации и образовательные программы абсолютно верно у нас две образовательные программы но бюджетные места распределяются между ними уже в достаточно живой форме по рейтингу абсолютно верно да понятно то есть как студенты дадут экзамены вы их все выстраиваете в рейтинг и тогда первых 16 человек вы берете на бюджет абсолютно верно хорошо тогда еще хочу добавить несколько слов про поступление на это направление на контракт то есть на места с оплатой стоимости обучения даже начало приема документов та же что и по бюджету но заканчивается прием документов это 27 августа то есть если вы сразу не сумели или еще были в армии пришли позже чем у нас были вступительные испытания на бюджет то на контрактную форму обучения вы до 27 августа можете подавать документы и соответственно по мере формирования таких групп мы проводим экзамен вступительные испытания и по результатам которого в случае положительной оценки а хочу напомнить что у нас 100 балльная система оценок то есть вам нужно будет набрать положительные оценки и тогда вы будете зачислены с 1 сентября вы приступите к занятиям занятия проходят очень удобно для студентов вторую половину дня скажите пожалуйста как часто в неделю у вас обычно в расписании стоят занятия у студентов магистратуры по расписанию у нас как правило это порядка 4-5 дней по вечерам это зависит от семестра обучения все расписание мы определяем каждый семестр с учетом определенных интересов разных сторон как преподавателей так и студентов если у нас студентов достаточно большое количество которые работают мы естественно поощряем тех кто работает по своей профессии в этом случае мы корректируем это расписание и распределяем это в течение недели до 5 дней в принципе мы можем сделать чтобы в вечернее время у них была возможность как после работы добраться до университета и прослушать те курсы которые предусмотрены обозначенной программой если малое количество студентов работает то соответственно есть все интересы обоих сторон немного уплотнить расписание уменьшив количество дней посещения университета но увеличив количество занятий а что есть такие магистры которые не работают по специальности честно говоря для меня это было большим открытием во время обучения особенно на первом курсе обучения некоторые магистры у нас работающие магистры работают не по специальности поскольку последние несколько лет появилась возможность у поступающих в магистратуру поступить на любое направление подготовки на любой образовательной программы имея соответствующий диплом предыдущего уровня обучения по любой программе то есть тот кто обучился по программе строительству может спокойно поступать к нам одно нужно здесь понимать что он должен самостоятельно освоить определенный минимум чтобы выполнить процедуру купить новый экзамен а можно еще задать вопрос скажите пожалуйста вот такой есть у некоторых людей далеки от вашей специальности что геология это очень романтичная профессия что это те кто с киркой на плече с рюкзаком за плечами и где-нибудь в полях мне кажется что прогресс настолько далеко пошел что это уже не столь актуально или все равно геологи ходят в полях если мы сравним с тем что было 50 лет назад ориентировочно зачем вот то да раньше очень было актуально и без этого никакой геолог не мог обойти без цифровой техники без этой романтики обязательно без этой работы в поле палатки костры и так далее и тому подобное раньше это было необходимостью раньше это было обязательно без этого никуда сейчас прогресс технологии и собственно развитие вот этой геологической отрасли достаточно сильные и происходит уже разделение по видам деятельности но и здесь стоит учитывать следующий момент что выпускник да и студент принципе когда проходит практику он может участвовать и в таких работах именно в полях но это в принципе не является обязательным элементом сейчас для геологов потому что данная магистерская программа она имеет уже акцент научно-исследовательский и обработка материалов используем компьютерной технологии вот но естественно для того чтобы понимать геологию и для удовлетворения собственного любопытства про геологию лучше всего это съездить посмотреть нет понятно я просто хотела сам смысл понять есть необходимость в наше время при современных технологиях там космического зондирования земли и студентов а вот производство есть поиски у нас как мы можем найти месторождение если мы не видим что месторождение объемное спрятано под землей в недрах земли есть вот здесь как раз вот эти вопросы мы рассматриваем на наших занятиях на наших курсах по обработке космических снимков вопрос на самом деле и ответы неоднозначные да мы можем видеть ряд литературы выступлений по телевизору и так далее что мы просвечиваем землю на сквозь чуть ли не дайдра земли видим все месторождения видим но есть ряд моментов которые это опровергают мы стараемся комбинировать методы чтобы оптимизировать вот эти все процессы и по сути уменьшить расходы на проведение вот этих всех поисковых методов но исключать из современной геологии именно присутствие геолога на непосредственно объекте на этой площади на этой территории когда он сам прошел сам посмотрел взял образец пробурили скважину выкопали каналу и так далее это исключать нельзя потому что это все-таки реальные факты реальные данные которые мы видим и исследуем и последний вопрос извините вот дилетант от меня неужели еще не все залежи последних полезных ископаемых открыты если смотреть территорию нашей страны то то что было на поверхности в принципе в большинстве случаев процентов 80 90 территории нашей страны это уже открыто и найди вот здесь мы 10-20 процентах можем говорить это трудный доступ труднодоступный регион ну вы сами прекрасно понимаете это северо-восток нашей необъятной страны если говорить о других странах то тоже достаточно большой процент месторождений которые выходят на поверхность земли уже открыты найдены потому что это достаточно просто пришли прошли увидели проанализировали проанализировали и определили сейчас актуальная вопрос стоит именно в поисках новых месторождений которые мы на поверхности не видим и здесь возникают трудности вот трудности методологическая методического характера технического характера вот если использует традиционные методы поисков то это достаточно трудоемко как по срокам так и по техническому ресурсному обеспечению естественно по финансовому обеспечению вот здесь необходимо развивать некоторые инновационные методы инновационные подходы для решения этого вопроса и мы стараемся в рамках этих двух образовательных программ рассмотреть уже об некоторые апробированные инновационные подходы поисков месторождений которые на поверхность не выходит и рассмотреть наработки наши некоторые гипотезы которые сейчас проходит процедура апробирования все понятно спасибо очень интересно рассказали есть еще один момент который важен и интересен будет для поступающих на данные две образовательные программы это то что это направление геология 050401 магистрская программа она присутствует списке приоритетных направлений которые определила наше государство и какой же интерес у поступающих вот эта информация дает а интерес заключается в следующем что поступающим представляется скидка в размере 20 процентов обратить ваше внимание что 20 процентов на программу то есть на первом курсе у вас скидка 40 процентов на втором 0 то есть это не 20 процентов просто а 40 получается 20 процентов на всю программу вот поэтому стоимость программы вы можете самую актуальную информацию самую последнюю информацию найти на официальном сайте там документами определено сколько она стоит так уважаемые коллеги скажите пожалуйста если у вас еще вопросы потому что александр евгеньевич очень подробно очень интересно рассказал про свои любимые программы геологические если у вас еще вопросы я так понимаю что вопросов нет когда давайте заканчивать наш вебинар есть контакты и александр евгеньевич и есть контакты директор департамента можете не стесняться и писать письма по электронной почте да пожалуйста все любые вопросы или кто учится у нас пожалуйста легко можете найти александр евгеньевича и он вам лично ответит на все вопросы а мы тогда сегодня на на будем прощаться с вами и ждать поступление ваших писем уже по этим адресам и заявление на поступление да все дорогие друзья до встречи в приемах а